привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет серьезный выпуск мы будем с вами разговаривать о том насколько возможно иметь оружие на яхте насколько это эффективно поможет ли это вам и вообще об опасностях которые подстерегают яхтсменов на воде ну что готовы поехали но прежде чем мы начнем наш выпуск я хочу поделиться с вами небольшой информацией вы знаете что жизнь на лодке это постоянный сервис обслуживания и очень много времени вы тратите на то чтобы поддерживать свою лодку на ходу так вот это совершенно не обязательно я хочу познакомить вас с сервисом с компанией charter easy что же из себя представляет чартер easy игорь является ассоциированным членом а его и золотым партнером booking manager а также членом клуба for y а это значит что его компания имеет доступ 99 процентам чартерного флота мира ну что теперь идем я вам покажу как же работает данная система на данном сервисе вы можете позволить себе арендовать любую яхту с оплатой в рублях и самое главное по курсу центра банка с получением всех чеков и подписанием официального договора все детали бронирования согласовываются напрямую с владельцами яхты поэтому надежность charter easy максимальная друзья отпишитесь в комментариях кто уже пользовался сервисом charter easy ссылочки конечно же будут в описании в самом начале под этим видео поэтому клацаем и заходим на сайт там на сайте есть все контакты и для капитанов есть возможность получить пятипроцентную скидку на чартер лодки с промокодом капитан герман не пропустите такую возможность а далее не забывайте сделать подписку на мой канал поставить лайки и писать комменты в процессе самого видео потому что наше видео сегодня будет очень крутое а мы продолжаем на самом деле эта тема у нас уже когда-то рассматривалась но так как люди задают этот вопрос от выпуска к выпуску мы решили сделать полноценный выпуск посвященный данной теме самое первое что мы с вами будем рассматривать это легальный аспект насколько легально иметь оружие на лодке да это легально какие документы нужны на оружие которое у вас есть на лодке никаких совершенно не имеет значения легально ли вы купили это оружие либо где-то из-под прилавка на черном рынке естественно всегда будет плюс если у вас есть какая-то официальная бумага но на самом деле она ни на что не влияет потому что при оформлении скорее всего эту бумагу спрашивать у вас никто не будет интересуют таможню сам факт наличие оружия и здесь мы переходим из разряда обычного оформления как в аэропорту green corridor на оформление в red corridor когда мы заходим в любые территориальные воды мы естественно на вечер радио запрашиваем заход при этом сообщать о том если у вас оружие или нет не нужно если вам зададут этот вопрос тогда конечно вы на него должны будете ответить но при оформлении когда вы заполняете таможенные документы вы должны указать поставить галочку что да у вас есть оружие на лодке из этого момента начнется то о чем мы будем с вами разговаривать очень важно прежде чем мы с вами заходим в любую страну нужно открыть хотя бы нун сайта лучше почитать правила оформления таможенные и вообще правила захода в страну и выяснить насколько легально заходить с оружием в данный регион потому что есть регионы в которых это может быть абсолютно легально до регионов которые вы сядете за это в тюрьму и здесь очень важно четко понимать насколько вы готовы рисковать заходя в этот регион и так мы в берем сейчас для примера какие-то развитые регионы например не знаю французские утром ир территории такие как мартиник вы заходите и говорите да у меня есть оружие заполняйте декларацию на входе через какое-то время к вам подходят полицейские либо адуана то есть это таможня и очень милой форме составляют документ который говорит о том что ваше оружие будет находиться под их присмотром при этом они его опечатывают на курок ставят такой такую пломбу такой замок забирают и уходят в полицейский участок если вы хотите например путешествовать там французская полинезия то скорее всего ситуация будет точно такая же но учтите после того как вы говорите я хочу выйти и перейти на другой остров внутри территории вы можете совершенно спокойно перемещаться но оружие у вас уже с собой не будет она будет на хранении в полиции или в таможне я не знаю где они его хранят конкретно вы перешли с одного острова на 2 с 1 на 2 с 1 на 2 прошли там 300 миль и хотите уйти с французской полинезии например на острова кука в этом случае вам нужно вернуться обратно на тот остров на котором вы проходили оформление и при чекауте вам вернут ваше оружие и снимут пломбу и скажут до свидания валите как вы видите в данном случае у вас есть возможность захода в данную акваторию с оружием то есть но она будет под присмотром есть некоторые акватории в которых вы можете зайти и это оружие оставят у вас на борту то есть не забывайте что при заходе в любую акваторию нужно заранее выяснить насколько легально находиться с оружием в данном регионе теперь переходим дальше регионы которые запрещают заход в свои территориальные воды с любым видом оружия таких регионов много например те же фиджи запрещают заход с оружием на борту причем абсолютно с любым и за это может грозить вам достаточно большой штраф или срок или там ну в общем это то что вы не хотите знать и это то что не нужно теперь вопрос можно ли спрятать оружие на яхте конечно можно и когда вы заходите и просто оформляете декларацию обычно скорее всего к вам на лодку никто приходить не будет но учтите если все-таки к вам на лодку придут а это возможно в некоторых случаях например если вы идете там из панамы во французскую полинезию есть очень большой шанс что на лодку к вам придут потому что это акватории которые задействованы в большом наркотрафике и из колумбии из этих регионов идет большой трафик в на французские острова и очень часто это может быть рандомно может быть по наводке приезжают жандармерия и начинают обыск лодки причем обыск лодки бывает достаточно серьезный когда мы были на таите нашу лодку перерыли ну просто вот все перерыли но мы отделались light версии потому что наши знакомые которые туда ходили им вообще лодку сверлили то есть просто сверлили вставляли камеры смотрели что находится между мебелью и лодкой как вы понимаете в этом случае никакое оружие вы не спрячете и если вы его не задекларировали и решили незаметно провести то у вас будет полная жопа больных зубов поэтому друзья мои все нелегальные варианты проходов это не ко мне потому что мы пропагандируем только легальный яхтинг без всяких нелегальных аспектов поэтому если вы уже решили владеть оружием на борту то желательно все таки я настаиваю на этом чтобы при заходе в территориальные воды вы это оружие декларировали либо это на ваше усмотрение теперь давайте посмотрим на то насколько и что ищут на лодках на лодках ищут первое это наркотические вещества естественно потому что на лодках бывает такое что возят я думаю что вы уже слышали многократной истории и оружие поэтому есть собаки которые на нюх определяют различные вещества и совершенно не обязательно что это будут именно наркотики потому что когда мы заходили в израиль там были собаки которые я уверен что они искали именно на наличие пороха и взрывчатых веществ поэтому если вы заходите в эти акватории то будьте готовы что даже если вы как-то там не знаю спрячете куда-то под паёлу какую-нибудь там свою двухстволку берданку то ее скорее всего найдут и у вас будут очень серьезные проблемы теперь давайте рассмотрим где же легально где же нелегально скорее всего процентов 70 стран куда вы будете заходить на лодке это будет нелегально скорее всего в этих странах обыскивать лодки у вас не будут но если это произойдет то потерять лодку потерять свой дом и присесть куда-нибудь на неопределенный срок за нелегальный ввоз оружия в страну вы понимаете нужно ли это то есть вы занимаетесь яхтингом получаете удовольствие от природы от посещения красивых мест или же все-таки вы рискуете ради чего ради того чтобы там свой какой-то пистолет провести куда-нибудь где это запрещено поэтому 300 раз подумайте прежде чем это сделать если вы собираетесь ходить по странам в которых это легально так же как например и с животными есть страны которые вообще не пускают и страны которые закрывают глаза в общем так это все и происходит можете выбирать страны в которых в этой легально заходить с оружием в это легально в это легально и вывод выбираете себе маршрут исходя из легальности захода в страну с чем-нибудь там с какой-нибудь дробовиком но если вы готовы по такому принципу выбирать себе маршрут и выбирать жизнь наверное это ваш выбор это не мой выбор потому что я хочу ходить свободно и перемещаться везде где это нормально насколько же яхтинг в принципе опасен и насколько нужно себя защищать давайте посмотрим сейчас на карту мира и определим где же действительно ходить опасно где не опасно есть на самом деле несколько очагов в нашем мире которые действительно стоит избегать например это африканская акватория чуть чуть южнее ганы если вы это каким-то образом захотите там яхтить ну наверное тогда стоит переживать всем известная сомали сейчас регион не является опасным единственное какое предостережение это между сомали и йеменом это аденский залив желательно соблюдать ну просто какой-то здравый смысл потому что йемен находится в состоянии войны и оттуда могут постреливать и были ситуации когда лодка подошла к островам прикрыться от шторма и получила очередь с берега там с автомата но в целом если вы держите дистанцию и идете посрединке под подальше от берегов ничего страшного в этих регионах нет по моему последнее нападение на частную лодку в акваториальных водах сомали было в 2012 году после этого войска ю.н. короче можете просто погуглить и набрать аталанта редси мы им пользовались когда мы шли из кении и это бесплатный сервис когда вы подаете application форм вы заполняете откуда вы идете и каждый день по определенному номеру вы определяет вы отправляете свои текущие координаты так они знают что вы находитесь в этом регионе плюс у нас были истории когда сзади к нам подлетел там реактивный джет завис и женщина с самолета на шестнадцатом канале сказала что это france air force и что они контролируют этот регион чтобы мы не переживали в 20 милях от нас находится рыбацкий корабль это рыбаки поэтому они проидентифицированы не переживайте в случае чего звоните по радио warship или отправляйте sms что у вас проблемы и дальше там какие-то другие суда с нами связывались в общем мы были на контакте постоянно это действительно сервис работает я не знаю работает ли он случае нападения пиратов но во всяком случае они эту акваторию контролируют и патрулируют дальше из опасных действительно опасных регионов это треугольник между филиппинами малайзии и индонезии опасность в этой территории связано с радикальными мусульманами которые в основном проживают на территории острова минданау то есть это остров который принадлежит филиппинам но он граничит с индонезией и жители этого острова они хотят быть частью индонезии это радикальные мусульмане и они иногда устраивают очень серьезные проблемы и давайте я вам расскажу один пример из своего опыта я проходил когда филиппины мы вот на этом острове стояли в марине с рядом с нами стояла немецкая лодка и к сожалению когда мы шли в малайзию катаки на балу и когда мы шли с эль-нидос филиппин и проходили малайзию в сторону катаки на балу мы прошли у нас не было никаких проблем но там большие корабли военные гонялись со скоростью почти 50 узлов мимо там с нами связывались постоянно на связи там случае чего звоните ну в общем тем не менее мы открыли большие паруса и на полном газу газище мы тогда с дианой вдвоем были прошли это этот регион и зашли в марину в малайзии катаки на балу это уже безопасно так вот эта немецкая пара которая вам рассказывал мы стояли с ними рядом через две недели они шли по очень похожему маршруту только немножечко больше туда внутрь и на них напали как раз вот эти вот пираты они начали отстреливаться у них было оружие то есть женщину просто застрелили потому что на них ну там было много человек они захватили лодку отрезали голову чуваку и поставили ее на пику красоваться в середине своего города вот такие вот страхи происходили и это не то чтобы история которая страшилка который рассказывают люди это история из моего личного опыта и к сожалению это очень печально и для меня это такой опыт был я его до сих пор вспоминают всем расскажу небольшую историю забавную как мне попались пираты на пути значит было дело это около берегов венесуэлы был декабрь восемнадцатого года а я шла на лодке со своей подругой светой она была у меня помощница и как-то появилась значит небольшая лодка с мощными моторами полная вооруженных парней которые пуляли в воздух и пытались нас напугать я повернула сразу же в открытое море то что мы шли вдоль берега я повернула в море и потом попросила свету достать ракетницу она ее достала и взяла и херанула прям по ним sorry my french ну в общем они не ожидали такого поворота и сменили курс то есть если они до этого шли нам на перерез то после того как яркий красный огонек пролетел над их топливным баком они поменяли курс и пошли параллельно но продолжая стрелять в воздух продолжая нас пугать то есть это была такая больше психологическая атака потому что в нас они не стреляли после этого я повернула еще немного сменила курс на что увидела шторм повернула шторм они попытались нас от этого шторма отжать обошли по большой дуге ну сзади нас обошли и попытались отжать от шторма но я шла непреклонно и больше не стреляла то есть мне надо было рулить у меня не работал пилот и надо было держать курс и при этом еще держать их на мишени так скажем то есть я выстрелила получается один раз из такой ракетницы которая орион называется она похожа на маленький пистолетик и и у меня было всего четыре пульки то есть я понимаю что сейчас все выпуле и то больше у меня защиты никакой нет поэтому я думала если они подойдут ближе я стрельну еще они думали видимо что они подождут когда все пульки выстрелили тогда подойдут ближе в общем так мы шли время работало на меня потому что мы отдалялись в море а у них лимитированное топливо плюс мы шли в шторм и в какой-то момент они просто развернулись то есть в данной ситуации это так скажем сигнальная ракетница сработала больше не как оружие а как значит средство чтобы их напугать ну хотя вполне если бы я попала в топливный бак вполне могла бы их взорвать вот ну я скажу так что касается оружия в принципе я бы просто рекомендовала всем не ходить в опасные места и все что мы же не ходим в шторм да мы знаем как можно справиться с ним но мы в него не ходим то же самое я считаю что не надо ходить туда где заведомо могут быть какие-то неприятные такие моменты поэтому берегите себя всем удачи в новом году ну что теперь давайте зададим вопрос как же выяснить какие регионы безопасные а в какие ходить не нужно самое первое что нужно сделать это зайти на нун сайт и посмотреть страну в которую вы хотите попасть потому что на нун сайте идет раздел security и там рассказываются о всех ситуациях которые были для тех кто хочет путешествовать по карибам есть такой ресурс который посвящен безопасности ссылочки будут в описании вы сейчас видите на экране здесь репортятся все ситуации все случаи которые на карибах были прошлом и в ближайшем прошлом и можно понять актуальную информацию тенденцию посмотреть участились ли случаи уменьшились ли то есть вы можете это понять также очень важно состоять в различных группах в фейсбуке и не знаю где еще там люди общаются это нужно для того чтобы вы могли задать вопрос там группа мартиник ребята что у вас безопасностью скажут там тузик нужно вынимать из воды на ночь потому что это распространенная проблема на мартиник в каком-то другом регионе что-то другое и вы заранее можете выяснить что вам ожидать то есть мир не идеален но приходя в какой-либо регион вы если знаете что ожидать от региона вы можете делать какие-то превентивные меры например там не оставлять лодку или там не обязательно или обязательно закрывать тузик или что угодно вам местные всегда подскажут это называется local knowledge знание которое есть и которые применяются у локальных или у яхтсменов которые много времени проводят в этом регионе поэтому прежде чем куда-то идти все выясняйте узнавайте и параноица не стоит потому что очень часто люди перепуганы просто непонятно с чего на пустом месте но нужно объективно оценивать информацию это очень важно но в целом если мы берем вот вот мир центральная америка не супер безопасная и там венесуэла скажем совсем небезопасная и там случаются нападение пиратов и что здесь можно сделать давайте смотреть с кем вы собираетесь воевать и чем вот представьте себе вы идете вдоль там территориальных вот венесуэлы и на вас идет там две или три лодки которых там моторы по 300 лошадиных сил на каждая из лодок сидит по там 15 человек которые вооружены даже одна лодка которые вооружены там автоматическим оружием и вот эти люди едут к вам и что-то от вас хотят и вы выходите такие со своим блин дробовиком и что вы сделаете то есть вот это вот единственный вариант который можно сделать или просто его выбросить в воду и постоять и просто сдастся потому что вы не сможете ничего сделать у вас просто не будет такой плотность у вас не будет такого количества оружия чтобы противостоять такому количеству людей если какой-то там разовый бандитизм где-нибудь там в панаме это бывает крайне редко но бывали случаи ранее да наверное этом помогает но так обычно пираты не нападают пираты это хорошо организованные люди хорошо организованная организация они на быстрых лодках они супер вооруженные и их задача это просто заработать денег поэтому нужно понимать что против такого количества людей скорее всего вы воевать никаким образом не сможете и имея оружие на борту стоит ли это того чтобы иметь вот такой геморрой с заходом с пересечением границ вот этим вот всем или все-таки есть вариант отказаться от хождений в этих регионах например если вы ходите на карибах там на мартиник на гваделуп никакое оружие вам не нужно потому что на вас там никто не нападет если вы решили пройти вдоль берегов венесуэлы наверное нужно рассчитывать на то что вы можете получить проблемы поэтому вы осознанно туда идете и если на вас нападет там 15 вооруженных человек вы ничего не сделаете вас либо убьют либо просто ограбят и пойдут себе дальше заниматься своими делами поэтому мне кажется что если взвесить все за и против и понять с кем вы планируете воевать и от чего защищаться мой вывод я пришел к тому что мы оружие на лодке у себя не держим но давайте кроме меня зададим еще несколько вопросов людям и спросим по поводу того если у них оружие вот мы сейчас находимся в панаме этот регион не самый безопасный как вы знаете центральная америка это в принципе небезопасно и выходя в город шансы забеременеть и умереть примерно 50 на 50 если вы не туда попали в плохой в плохой райончик не в то время но в целом если вы соблюдаете ну такие базовые туристические правила ничего с вами скорее всего не случится ну или вам просто не повезет но в этом случае что вы делаете вы просто отдаете свой кошелек говоришь или бежать или как в этом анекдоте про мальчика который шел по парку с девочкой он только первое свидание только познакомились он занимался шахматами на них напали хулиганы он как шахматист взвесил все шансы и решил пожертвовать король левой так вот друзья я просто решил немножечко сбавить градус потому что тема действительно серьезная и нужно нужно здесь относиться очень четко и четко понимать что вы будете делать то есть вот эти вот романтические розовые сопли по поводу того что я да вот я щас защищу свою лодку я там буду до последнего поверьте вы будете да не до последнего вы будете 1 кого замочат и нужно ли дальше для всех своих родных получить эти проблемы я не знаю поэтому мне кажется что в данном случае избегать опасных регионов это единственный нормальный подход в данной ситуации то есть взвешиваем свои риски понимаем что вы противостоять не сможете окей если у вас на лодке там 10 человек и все вооружены наверное можно там дать кому-то отпор но если силы не равны вы со своим оружием которое делает для вас головную боль много проблем при захождении при смене акваторий и при этом вы ничего сделать не сможете будем реалистами в общем принимайте решение сами ну что а теперь идем и спросим у яхтсменов которые действительно ходят много которые живут на лодках о их мнений насколько оружие вообще хорошо насколько она облегчает жизнь дает вам уверенность в безопасности или все-таки это головная боль я интересовался этим вопросом хотелось бы конечно иметь какую-то защиту но вопрос легальности меня волновался до если устройство какой-то например переделанная ракетница как ее сделать тоже интересно у нас есть набор большой набор обычных ракетиц которых крайнем случае можно использовать для самообороны хотелось бы конечно иметь что-то более серьезно но вопрос легальности оба от weapon it's a bit complicated it's good to have it in dangerous areas that there is a lot of pirates like Venezuela the Philippines Honduras but it can give you a lot of problems even to take it from country to country and even with the fact that you need to risk yourself when you take it out when pirates are coming because sometimes they come with weapons without weapons it can be a good saver if you shoot in the air that they know you have a weapon i personally don't take it because it's too much regulations to go from country to country i'm trying to sell away from the areas where pirates are but sometimes you cannot run away from these routes problematic question uh yeah i think it's okay i think it's a good thing to have a weapon on board uh not to attack but to defend yourself just to have it in a little close spot next to your bed or next to uh to the timon uh i think it's something okay because you never know you settle across the world you don't know where you're going sometimes you don't know what kind of people you can meet and sometimes it's not only good people that you can meet they can just come on board and try to steal everything from you hurt your family hurt yourself take your boat so i think it's always a good thing a good thing to have on on board a weapon not to attack just to defend yourself yeah the idea of having a weapon on board seems like a good idea until you start considering that you have to enter into a port with the trade winds and when it's time to leave you've already sailed a long way away from the port that you entered and when you enter the port then they're going to ask you to confiscate that weapon in most countries so you won't have the weapon with you and at the end of your sailing trip you would have to return to the beginning of your trip to retrieve your weapon so it makes it basically a big pain to do and uh almost useless for you uh if you want you could buy a new gun and throw it uh throw it away before you get to every port but this doesn't make sense either so alas we just try to sell fast and stay away from the people that want to harm us ну что друзья я надеюсь что этот выпуск был для вас важным полезным я постарался ответить на вопросы которые могут у вас возникнуть показал вам географию рассказал о правилах и возможностях иметь оружие у себя на лодке надеюсь ничего не забыл если что-то забыл пишите в комментариях будем дискутировать но не забываем подписываться проверяем колокольчик потому что только так вы сможете видеть что на канале появилось что-то интересное и узнать самыми первыми о том что это интересное уже в эфире и посмотреть наши ролики все друзья до скорой встречи уже через недельку пока